Переходим к третьей части интервью. Тема «Треугольник Россия-США-Турция». В ближайшее время ожидаются поставки комплексов С-400 в Турцию. Как будут разбиваться после этого отношения между Анкарой и Вашингтоном? Может ли дойти до выхода Турции из НАТО? Давайте рассмотрим этот вопрос с двух точек зрения. Точка зрения первая. Конфликт между Турцией и США начался не сегодня и опять же не вчера. Конфликт между США и Турцией начался, наверное, с момента того, как нынешний президент Турции Эрдоган стал премьер-министром. И с того момента началось полномерное ухудшение отношений между двумя этими партнерами по НАТО, по Североатлантическому альянсу. Ни для кого не секрет, что попытка государственного переворота в Турции координировалась с базой НАТО в Анджерлике. Даже та провокация, которая была связана с тем, что был сбит российский истребитель-бомбардировщик на территории, случайно залетевший на территорию Турции, делавший разворот на территории Турции, и что послужило причиной кризиса в турецко-российских отношениях, это также был приказ отдан с базы Анджерлик нести удар по российскому военному самолету. То есть это был один из элементов плана подготовки к государственному перевороту против Эрдогана. И Эрдоган это прекрасно знает. Именно поэтому сейчас база Анджерлик отключена от электроэнергии по-прежнему. По-прежнему подъезды к ней блокируются турецкими сухопутными войсками. В этом смысле американо-турецкие отношения ухудшились не в 2018 году и не в 2019 году. Они ухудшились минимум в 2012 году. Начало этому мы видели, и где-то, скажем так, точка невозврата уже давно была пройдена, где-то, наверное, году в 2015. То, что Турция не будет интегрирована полноценно в структуры НАТО, это стало понятно с того момента, как был заключен контракт на поставки С-400 в Турцию. Почему? Потому что вся система противовоздушной обороны в рамках НАТО, она интегрирована. Поставки С-400 технологически выпадают из этой системы. Но при этом противовоздушная оборона Турции может быть великолепно интегрирована в систему противовоздушной обороны с Россией. И в этом смысле действительно наносится серьезный военно-технологический удар по единству структуры НАТО. Если вдруг после того, как Турция обеспечит свое автономное существование, свою автономную оборону с воздуха, следующим вполне логичным шагом может быть создание автономной береговой обороны, противокорабельной, и обеспечить оборону с моря. Если этот шаг Турции предпримет в качестве следующего, то действительно где-то в 25-м, в 26-м, в 27-м, как только все эти системы будут, что называется, законтурены, то есть объединены между собой, и будет создано единое командование противоракетной, противовоздушной, противокорабельной обороны, то Турция перестанет нуждаться в помощи со стороны НАТО в обеспечении своей военной безопасности. И тогда, собственно говоря, ей в структуре Североатлантического Альянса делать нечего. И я думаю, что это в США, и не только в США, и в Брюсселе это прекрасно понимают. И вполне возможно, уже в мыслях, в планах, уже списали Турцию из числа своих членов. В последнее время участились выпады со стороны сирийских чиновников в адрес Турции. Вполне очевидно, что это происходит с согласия российской стороны. Как вы считаете, может ли это быть сигналом к охлаждению в российско-турецких отношениях? Ну, давайте начнем с того, что Турция во многом спровоцировала подобную болезненную реакцию со стороны Багдада. В свое время Мавлютич Аглу, министр иностранных дел, выступил с весьма неоднозначным заявлением о том, что Турция начинается в Алеппо и заканчивается в Батуми. В этом смысле понятно, что подобное заявление не могло не вызвать раздражение не только в одной Сирии. Оно также может вызвать раздражение и в Ираке, и в Грузии. Ну, и я думаю, что, естественно, это вызвало определенное неудовольствие и в России, и в других странах, которые граничат с регионом Передней Азии. Почему? Потому что это все-таки не только намек на возможность передела мира или изменения границ, но, по крайней мере, это определенное, совершенно конкретное заявление на регионы геополитического влияния. Это, естественно, ни одна страна в мире не будет довольна тем, что сосед более крупный, более сильный в экономическом и военном отношении, говорит о том, что его зона геополитических интересов распространяется на третьей территории этой суверенной страны. Хотя, с другой стороны, если смотреть на, допустим, этнический состав населения Турции, то этнических тюрков там достаточно большое количество среди граждан Сирийской Арабской Республики. И они также должны быть обеспечены какими-то экономическими и политическими правами в соответствии со своим этническим происхождением, своей этнической принадлежностью. И я думаю, что в любом случае того положения дел, которое было до начала гражданской войны в Сирии, после ее окончания не будет. В любом случае Сирия будет вынуждена договариваться с Турцией о предоставлении каких-либо особых прав своим гражданам-туркоманам. Почему? Потому что хотя бы это в полном мере соответствует стандартам международного права. Любой народ имеет право на национально-культурную автономию в целях поддержания и развития своей этнической особенности. И то, что сирийские туркоманы на это претендуют, это естественно, это нормально. И в любом случае будущему сирийскому руководству, будущему сирийскому правительству с этим придется не только мириться, но и эти возможности придется обеспечивать. В противном случае я не думаю, что будет какой-то серьезный прогресс в двухсторонних отношениях. Что касается позиции России, то Россия в любом случае будет придерживаться верховенства международного гуманитарного права в этом вопросе. Почему? Потому что на территории России подобные модели отработаны. Кстати, на территории Турции подобные модели национально-культурной автономии и этнических меньшинств, они тоже существуют, или там религиозных меньшинств. Банально русские православные на территории Турции, являясь гражданами Турции, в том числе иммигранты, в принципе это потомки иммигрантов первой волны, ну и жены турок сейчас, они никак не ограничены в своих социокультурных правах. И я не думаю, что Сирия будет каким-то образом отказываться от предоставления каких-то определенных социокультурных прав своим гражданам из числоэтнических меньшинств. В противном случае гражданская война в этой стране не прекратится. И понятно, что чиновники отрабатывают свой хлеб, но при этом говорить о том, что кому-то может быть позволено попирать нормы международного права как основа для будущего внутригосударственного регулирования Сирии это чистейшей воды нонсенс. И я думаю, что амбиции очень многим чиновникам придется унять. Спасибо большое.